Кинематограф самого его появления сравнивают со снами. И действительно, между фильмами и сновидениями немало общего. Когда начинается сеанс, в зале гаснет свет, как будто за окном наступает ночь. В кино мы можем за пару мгновений перенестись из одного места в другое. Годы и десятилетия пролетают за несколько секунд. А пространство странным образом искажается. Не говоря уже о том, что, как и во снах, в фильмах мы практически не можем повлиять на происходящее. В середине 20 века теоретики кино даже говорили, что сны были кинематографом до изобретения кинематографа. Однако, когда речь заходит про сновидения в фильмах, мы вряд ли подразумеваем просто кадр со спящим человеком или пересказ чего-то кошмара. Скорее мы имеем в виду что-то такое. Или такое. Или даже такое. В этом видеоэссе мы попробуем разобраться, для чего нужны сцены снов в кино и какими приемами они создаются. На первый взгляд сны в фильмах это просто эффектные шоу-стопперы, которые не имеют большого драматургического значения и нужны главным образом для того, чтобы развлечь зрителей полетом фантазий авторов и дать передохнуть от основного сюжета. Благодаря технологическим возможностям зрелищные сцены снов действительно могут быть ценны сами по себе. Не ради этого мы и ходим в кино. Такие эпизоды внешне напоминают сцены с разыгравшимся воображением, воспоминаниями или измененным сознанием, галлюцинациями, болезнью, опьянением. Мир снов в этом смысле – это отдельная вселенная, которая сильно отличается от того, что мы привыкли видеть вокруг себя. Иногда там не действуют знакомые нам законы физики, время течет иначе, а логика событий нарушается. Поэтому одни из самых ярких сновидений можно встретить в анимации, обладающей практически безграничными средствами для реализации самых причудливых фантазий. Да и в условность анимационных фильмов поверить все же проще. Иконографические сны ближе всего к сюрреалистической живописи. Неудивительно, что одна из самых известных сцен сна в классическом голливудском кино принадлежит Сальвадору Дали, придумавшему визуальный ряд для сновидения в завраженном Хичкока. А до того художник поработал с режиссером Луисом Бунюэлем над «Андалузским псом». Пожалуй, наиболее знаковой сюрреалистической картиной в истории кино. По словам самих создателей, они специально отказались от любого разумного объяснения своей картины, которая развивалась по логике сновидения, методом свободных ассоциаций. Для создателей сон также удобный способ, чтобы оправдать сюжетные дыры и не объяснять все детали. Например, добавить внезапный сюжетный твист в финале, когда все события, в принципе, оказываются сном одного из героев. А значит, чем-то не случившимся, плодом разыгравшегося воображения персонажа. Впрочем, чаще режиссеры и сценаристы используют эпизоды снов как драматургический инструмент, позволяющий сделать героев ближе и понятнее зрителю. С точки зрения Фрейда, сны — это в том числе потаенные желания. И тогда сцены сновидений могут раскрывать мотивацию персонажей. Их сокровенные мечты В определенном смысле сны — это прямая трансляция из подсознания героя. Визуальный аналог внутреннего монолога — только вместо потока слов здесь поток образов, которые авторы предлагают нам дешифровать. Тут смешиваются воспоминания, душевные травмы, страхи, фантастические грезы и тревоги о будущем. По этой причине, кстати, к сновидениям обращались режиссеры, чьи фильмы отличаются глубоким психологизмом. Ингмар Бергман Андрей Тарковский Федерико Феллини Акира Курасава У последнего даже есть фильм, который так и называется — «Сны Акиры Курасавы». Эти режиссеры стремились отойти от реализма послевоенного кино, так что язык сновидений с ослабленной драматургией и нарушенной логикой подходил им как нельзя лучше. В картинах этих режиссеров герои живут напряженной внутренней жизнью, и сны призваны передать их субъективный взгляд на мир. Достаточно вспомнить сон из земляничной поляны, который даже сегодня смотрится как хоррор. В нем пожилой профессор, чувствующий, что его время вышло, видит часы без стрелок, напоминающие о приближении смерти. Если Бергман маркирует границу между реальностью и сном через наезд камеры на лицо спящего героя или плавный переход, то у Феллини этой границы нет, его герои грезят наяву. В более поздних фильмах Тарковского тоже не всегда можно понять, где заканчивается сон и начинается действительность. У него, как и в картинах Феллини, скорее сама жизнь выглядит как сон. Или воспоминания режиссера, запечатленные на пленке. Поэтому сновидческая интонация может появляться даже в тех фильмах, где никто толком не спит. Это просто удобный способ передать особые ощущения героев. Сцены снов представляют большой простор для создателей, художников, монтажеров, композиторов и операторов. Например, в «Волшебнике страны Оз» жизнь Дороти сначала показывается в углюмой сепии, но как только героиня оказывается в мире, который привиделся девочке, пока она была без сознания, фильм взрывается яркими красками. Здесь, как и в других фильмах, кричащий цвет позволяет наглядно противопоставить сны и реальность. Переход между явью и вымыслом может решаться и находчивыми склейками, скажем, через элегантный мачкат или двойную экспозицию. Так создатели фильма указывают на то, что в кино граница между реальностью и вымыслом чрезвычайно зыбкая. Особенно проницаема эта граница в кинематографе Дэвида Линча, задействующего все возможные выразительные средства, чтобы создать ощущение легкого сдвига в логике происходящего. Например, музыка Анджела Бадаламентий, благодаря замедленному темпу и едва уловимым звуковым изъянам дают понять, что мы находимся в реальном пространстве. Создатели фильмов, чтобы проиллюстрировать работу сознания и указать на нереальность происходящего, нередко прибегают к рваному клиповому монтажу, экстремальным крупным планам и острым ракурсам. Но все же во снах время течет, как правило, медленно, поэтому Линч не часто прибегает к экспрессивным решениям. Чаще он задействует какие-либо выразительные детали, выпадающие с привычного нам миропорядка и не объясняет в сценарии, как связаны те или иные сцены, делая переходы между ними резкими и на первый взгляд нелогичными. А кадры в его фильмах сравнительно длинные, за счет чего удается достичь тягучей сомнамбулической атмосферы и сбить ощущение времени. Один из немногих фильмов, где сон подчинен более-менее ясной логике, это кошмар на улице Вязов. В каком-то смысле его главного героя Фредди Крюгера сновидение, которое вторгается в реальность, можно считать мрачным воплощением самого кинематографа. Но едва ли не более изящной метафорой кино, как сновидение, является начало, в котором проектирование снов, согласно популярной интерпретации, похоже на создание фильма. Со своим режиссером, продюсером, актером и художником-постановщиком. Нолану, пожалуй, лучше других удалось передать амбивалентную природу кино. Кинематограф, конечно, сон, но только сон рукотворный. Образы, которые мы видим на экране, всегда плод чего-то воображения. Иногда оно точно отражает коллективное бессознательное или даже может достаточно удачно совпадать с реальностью. Но чаще всего фантазии глубоко субъективны и ненадежны. И как бы ни было приятно забыться чужими грезами, однажды все-таки придется проснуться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова